привет друзья алексей хохлатов с вами и дэйзи дэйзи мы уже сколько полтора года форекс стартовал пять месяцев назад вот сегодня 4 сентября а стартовал он 4 апреля и не правда там не сразу всей суммы стали торговать там все такое ну в смысле не моей суммой а общей собранной суммой вот но тем не менее прибыль то уже сто процентов и больше даже вот смотрите вот мой аккаунт форекс вот 350 вложено 519 получено но так как на выходе комиссия 30 процентов да вот то соответственно я получаю 361 вот могу любую сумму запросить да ну вот 361 а вложил ты 350 давайте по-взрослому поиграем так да зайдем другой аккаунт это все автоматизировано это смарт-контракт поэтому здесь никакие авторизации не требуется все автоматически так идем фонд форекс круто круто ребята очень хороший прибыль смотрите вот то есть где-то чуть-чуть минус минуса идут до в несколько дней насколько за это за эти пять месяцев наверно раз пять было были дни минусовые вот значит 1550 вложено 2300 считайте получено 148 процентов 1606 то есть в принципе я с учетом комиссии получу больше чем вложил поэтому почему бы не вынуть ту сумму которая вложена чтобы дальше уже прибыль начала работать они вложены деньги да вот давайте запросим вывод сейчас выходные форекс все выводы идут по выходным вот отправляем запрос все запрос успешно отправлен давайте обновимся обычно через какое-то время там через пару минут нет подождите мой аккаунт форекс появляется запрос в истории запросов сейчас покажу где это находится вот он видите появился то есть 2 300 запросил на вывод 1600 получу на руки 30 процентов комиссии 15 процентов из них идет ну половина от 30 процентов идет в эндотек половина расписывается по юнилэвл бонусу что за юнилэвл бонус он появляется вот здесь где поискетровский где лидерский вот здесь к нему его бонус это если на твои приглашенные инвесторы выводят прибыль то 15 процентов от этой прибыли распространяется тем кто пригласил теперь давайте посмотрим еще статистику вам покажу значит общий взнос сейчас на форексе посмотрим какой а а вот такой 35 миллионов внесено долларов всего баланс сейчас 58 миллионов общая прибыль 28 миллионов и снято уже около 6 миллионов вот такая история то есть если эту прибыль сложить в общем текущий баланс до сложить с тем что уже снято то получится как раз то что внесено и плюс прибыль вот как то так это работает вот прибыль 148 она у всех одинаковая вот дальше начинает разниться если вы там сделали покупку краудфандингового пакета позже чем стартовал форекс или что-то снимали в процессе да вот я сейчас снял прибыль у меня здесь будет резко в минус вот так вот как бы вниз потому что вот мой баланс он разогнан до 2000 сколько там 800 до был вот он снизится потому что я вывел вот значит вывод придет где-то в понедельник теперь давайте посмотрим общий срок общую статистику вернее пардон первую неделю здесь даже вот это американец какой-то составлял табличку здесь даже не вот 4 числа начали да он считает 12 то есть как бы первая неделя дала 5 процентов а потом он считает почему 22 то есть 10 дней 4 процента ну вот как странно он считает в общем из трех из четырех недель фактически апреля он сделал три недели в общем видим среднюю прибыль в неделю это где-то 4 процента дальше у нас пошел месяц май это где-то тоже 4 процента потом июнь у нас был лучше всех остальных месяцев здесь где-то вот 333 процента 2 и 5 да но так как был в одной неделю одиннадцать процентов он так лучше всех оказался месяц в июле в среднем 3 процента в неделю в августе так 595 первую неделю эй листаловка вот 422 ну и вот фактически еще кусочек сентября взяли да то есть тоже где-то три с три с половиной процента в неделю получается прибыль но если мы с вами возьмем капитализацию то есть сложный процент то мы видим что вот по этому столбцу она капитализация осуществляется что если средняя прибыль была в районе пяти процентов в апреле то в мае она уже была в районе тоже где-то 5 до смотрим средние вот в июне она была уже побольше пяти видимо где-то 7 может даже 8 за счет того что 18 здесь до одну неделю потом прибыль опять стала такой обычный то есть в районе пяти шесть шести скорее всего процентов до где-то так вот в августе в августе 8 6 6 с половиной до где-то было вот сейчас вот у тех кто не снимал прибыль до работала она вошла в капитализацию то есть с прибыли начислялась прибыль и поэтому у тех кто только что сделал вклад прибыль была 653 вот в эту неделю которая вторым сентября фактически закончилась но второй сентября пятница у нас выходные нет торги торгов вот а если бы вы вложили 4 апреля ничего не снимали с учетом прибыль процентов прибыли на прибыль было бы уже 15 процентов то есть вот он сложный процент разгоняется сейчас я для себя этот сложный процент обнулю почему потому что я хочу чтобы торговля шла только с прибыли то есть я всю свою сумму вложенную фактически вынул оставил только то что она торговалась и вот теперь я могу уже не снимать долго потому что торговлю фактически идет прибыли они не той суммы которую я вкладывал вот но здесь еще есть такая статистика прибыли по месяцам да вот если в апреле 14 потом в мае 23 в июне 38 в июле 22 в августе 48 но это сложный процент с учетом капитализации а если мы берем прибыль без учета капитализации то вот в апреле было 15 процентов в мае 20 в июне 27 в июле было мало 12 процентов всего ну как это много вообще да ну по сравнению вот а в августе 25 почти и того сейчас 148 процентов за пять месяцев ровно пять месяцев 148 процентов но если вычесть комиссию 30 процентов который берет эндотек естественно не бесплатно работает вот это обычная практика брать комиссию так вот тогда получается сто процентов чистой прибыли за пять месяцев я считаю что это супер показатели с учетом того что дэйзи это компания стабильная эндотек с этой в этой связке с эндотеком это просто как как за каменной стеной то есть ну не знаю чтобы они слили средства но это надо быть не знаю что должно произойти чтобы там эндотек средства потому что эндотек собирается на ipo нужны хорошие показатели и ну в общем аудит эрнстен янга я думаю что более надежные компании сложно встретить но только если те которые там какие-то бонды можно покупать там или пенсионные какие-то вложения это делать которые совсем мало рисковые но они приносят там дай бог 5 10 процентов в год дай бог вот а здесь это такая сумма за пол месяца набегает ну вот такая ребят статистика у нас по дэйзи вот значит смотрите вот ведь и не лаву бонус появился но я его каждый понедельник забираю к себе на кошелек поэтому он каждый раз обнуляется это тот бонус который мне выплачивается за тех кто снимал свою прибыль так же как и я ее знал да вот ну пейсетеров добавилась там пейсетер лидеров бонусы но мы сейчас об этом не говорим давайте вот покажу вам как это выводится подтверждаем пришло значит вот смотрите 1600 это пришло вот то самое что я вчера выводил в 1503 видите днем в понедельник вот а сейчас ясно соответственно снимаю этот юнилево бонус который приходит за все за всю структуру 10 поколений с первого три с половиной процента еще с девяти по проценту и вывожу все остальные бонусы вот сейчас вы увидите как это отражается в кошельке вот все секс с и смотрим кошелечек вот был 2003 сейчас обновится информация вот 284 то есть пришло 1600 224 юнилево бонуса 30 пейсетеровского и 151 лидер шиповского так ну вот собственно и все что мы можем сделать мы можем зайти в транзакцию на тронскан и посмотреть прямо в самом тронскане то есть блокчейне как это было начислено вот видите то есть все куда чего пошло вот это по смарт-контракту отправлено в еще пул один вот а если мы с вами берем какие-то бонусы например ну вот скажем по структуре за новые покупки пакетов то тоже уходим вот так вот на тронскан и смотрим кто из кураторов что получил какие номера кошельков какие поколения то есть мы все видим по маркетингу что выплачено но об этом у меня есть отдельное видео если вы не видели это видео это видео полностью объясняет как проверить все выплаты и все распределения средств в дези ну все друзья я вам все показал как начисляются бонусы но вернее как прибыли начисляются да и как они распределяются по структуре с вами было приятно быть рад что вы смотрели мое видео подписывайтесь естественно лайкайте показывайте своим людям кандидатам и до новых встреч с вами был алексей хохватов пока